Павел Алексеевич, уже месяц, как Вы работаете уполномоченным по правам ребёнка, мы с Вами встречались, обсуждали задачи. Сейчас уже понятно, ещё нет резона подводить итоги, но Вы уже вникли в проблемы, оценили их. Я уже видел там целый ряд Ваших выступлений, вполне, на мой взгляд, мотивированных и правильных в виде реакции на те или иные проблемы, которые существуют. На чём, предполагаете, сконцентрироваться? Какие видите первостепенные задачи в текущей ситуации? Прежде всего, Дмитрий Анатольевич, хотел поблагодарить за доверие, которое мне оказано, потому что у меня ещё не было возможности сделать это лично, официально. За этот месяц, который уже прошёл в новой должности, к сожалению, чаще всего приоритетом в нашей работе оказывается просто спасение ребёнка. Хотелось бы, конечно, сосредоточиться на других направлениях, их очень много, воспитание ответственной семьи, которая, в общем-то, я считаю, должна быть одним из главных приоритетов государства, потому что у нас часто дети, подростки вырастают и даже не понимают, что такое ответственный подход к созданию семьи, воспитанию детей в своей семье, потому что многие сами этого не видели, к сожалению. Сейчас мы сосредоточились на том, чтобы всё-таки, во-первых, выполнить Ваше поручение, которое в указе однозначно сформулировано, то есть до конца года создать региональных уполномоченных по всей стране, потому что где-то уже имеется очень положительный опыт, и первые уполномоченные у нас появились в 1998 году в качестве эксперимента, который УНСФ предлагал. И где-то он прошёл удачно, например, в Калужской и Волгоградской области, там до сих пор они сохранились, а где-то просто были упразднены институты, например, в том же Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Хотя Санкт-Петербург сейчас возродил и по исполнению указа создал уполномоченного. Просто это, мне кажется, очень необходимо завершить как можно скорее сеть формирования сети уполномоченных, потому что на местах они всё-таки показали себя как боеспособные единицы. Наверное, это так. Единственное, от чего я хотел бы Вас предостеречь, нам нет смысла формировать бюрократическую систему уполномоченных, которая была бы в виде пресловутой вертикали, значит, уполномоченного на уполномоченного и так далее. Но если это будут именно боеспособные и самостоятельные люди, которые без оглядки на местные власти и строго в рамках законодательства будут отстаивать интересы ребёнка и семьи, в широком смысле этого слова, то это будет хорошо. Я как раз таких людей хочу опираться в работе, потому что мне как раз бюрократизм чушь абсолютно в силу прошлой своей профессии. Надеюсь, потому что точно они лучше, а без того, что у нас есть и что Вам нужно принимать. Я сам, в общем-то, не узкий специалист по правам ребёнка, но чем больше я сталкиваюсь с людьми, с специалистами, тем больше убеждаюсь, что иногда важнее ребёнку просто проявить искреннюю любовь и уважение, чем зачитывать ему права. Поэтому здесь как раз нужны люди, не охладевшие душой, но мозгом, понимающие, что и как делать, но горящие сердцем. Вы знаете, на самом деле знание законов – это всё-таки довольно важная вещь, мы с Вами, как юристы, понимаем. Это потому, как всё-таки на уровне регионов, тем более муниципальных образований, беззаконие же существует. Просто никто ничего не соблюдает, никто не смотрит, тем более специальные документы какие-то. В лучшем случае какие-то бумажки перекладываются с места на место. Поэтому, если уполномоченные президентские по правам ребёнка и уполномоченные, которые, допустим, будут работать на местах, которые будут этим же вопросом заниматься, будут вдалбливать в головы чиновников, а также вообще других лиц, которые имеют отношение к воспитанию и содержанию детей. Казалось бы, азбучные формулы из семейного законодательства – это неплохо, на самом деле. Конечно, это не всё. Нужно реагировать на те ситуации, о которых Вы говорите, но и воспитывать тоже. Абсолютно согласен. Последние события в Ижевске, которые Вам, наверное, известны, они как раз подтверждают то, что даже вдалбливание иногда просто не доходит. У меня есть уполномоченная в Ижевске, она целый год говорила о жуткой ситуации в этом интернете. Никто не слушал. Сейчас проходит совещание расширенное, они принимают решение. Моя рекомендация, не знаю, может быть, она ошибочная, но по тем сведениям, которые я имею, реформировать этот интернат, потому что надо спасать детей, которые ещё не поражены вот этой внутренней заразой. Вы знаете, надо проверить, действительно, это очень печальный факт, очень печальное событие. Надо проверить, Вы уже свои сигналы дали, надо, чтобы подключилась генеральная прокуратура и вынесла окончательный вердикт. И что делать с этим учебным заведением, с этим интернатом? Ну и какие меры ответственности применять к тем, кто там работал и сейчас работает? Поэтому считайте, что это и моё поручение Вам продолжить работу по этому событию и генеральной прокуратуре тоже. Хорошо, я понял. Разберитесь, потом мне доложите. Обязательно я доложу, Дмитрий Анатольевич, потому что эта ситуация, к сожалению, не дай Бог повторится. Вот, не дай Бог, она станет примером, вот это не должно случиться, поэтому надо сейчас нам детально разобраться. Ваше поручение, я понял, будет исполнено. Я ещё прошу также Вас дать мне срок, я просил бы месяц, чем мы сейчас заняты, детального анализа существующего законодательства сегодня, потому что, в принципе, я хочу сказать, что основное законодательство сформировано, оно достаточно для того, чтобы защищать детей, вести контроль за усыновлением, приёмными семьями. Поэтому сейчас просто необходимо проанализировать и правопримирительную практику, и посмотреть, если есть какие-то пробелы и возможности для улучшения, дополнения, какого-то изменения законодательства, то я просил бы такую возможность нам дать. Я Вам доложу через месяц, какие, на наш взгляд, мы считаем необходимые действия предпринять именно в законодательном порядке. Вы знаете, я тоже согласен с Вами, то, что когда-то я даже занимался этим вопросом в учебном и в научном плане, что наше законодательство, оно не самое плохое. Оно достаточно развитое и современное, мы в 90-е годы его поменяли. Поэтому, когда раздаются призывы, там, давай быстрее напишем какой-нибудь закон, мы-то с Вами понимаем, что это всё иллюзии такого юридического порядка. Но нужно, конечно, проинвентаризировать, что всё-таки нужно, так сказать, там, может быть, дорихтовать, может быть, какие-то пробелы восполнить. Но самое главное и самое сложное – это, конечно, правоприменение. Это именно то, как исполняются нормы законодательства о семье в отдельных городах, в отдельных учебных заведениях, вообще, так сказать, во всех наших семьях. К сожалению, не всегда точно исполняется, тоже нам известно. Вот что ещё хотелось бы сказать в этом плане, что сейчас общая тенденция, и вообще, из того, что я уже увидел на практике, вижу, что нам без общественных организаций, без НКО, без некоммерческих организаций, в частности, социально ориентированных по последнему закону, не обойтись, потому что не везде доходят руки государства, не везде мы можем заглянуть, проверить, насколько вообще ребёнок себя благополучно чувствует. Да, и правильно, что не доходят руки государства. Это действительно задача гражданского общества. Ведь задача вот таких лиц или фигур, как уполномоченные по правам ребёнка – давать импульсы, реагировать на наиболее сложные ситуации, предлагать меры по совершенствованию законов, правоприменительной практики. Но вся полнота работы, она должна быть в гражданском обществе, в некоммерческих организациях. Именно ради этого они во всём мире и создаются. Именно они следят за тем, как обстоят дела в тех или иных семьях. Они, кстати, возбуждают и ходатайство, допустим, того или иного порядка, касающегося детей, значит, их взаимоотношений с родителями и так далее. Поэтому чем лучше вы выстроите отношения с некоммерческими организациями, тем более действительно сейчас появляется законодательство о социально ориентированных НКО, тем проще будет работать вам, и самое главное, тем лучше будет результат.